Всем привет дорогие друзья, и сегодня я вам расскажу о офигенных игровых смартфонах. Уже по традиции мы начнем и с самых дешевых, но все же крутых, и к концу видео вы будете лицезреть на реально игровых гигантов. Ну что же, ссылочки на все устройства я оставлю в описании, не забывайте о подписке на канал и лайках, так как это очень сильно мотивирует делать ролики чаще. Также пишите в комментариях, какие смартфоны стоило бы добавить в видео. Больше не смею вас задерживать, приятного просмотра. Realme GT Neo 2 симпатичный смартфон, который предлагает все современные навороты. Смартфон Realme GT Neo 2 поставляется в большой коробке черного цвета с крупным серебристыми буквами. Помимо самого смартфона, внутри коробки владелец может найти пакет с документацией, скрепку для лота с сим-картами, зарядное устройство с поддержкой технологии быстрой зарядки Dark Charge мощностью 65 Вт, кабель для зарядки с портом USB Type-C и силиконовый чехол. Также на дисплей нанесена защитная пленка, что обеспечивает дополнительную защиту прямо из коробки. Поверхность задней панели Realme GT Neo 2 матовая, на ней практически не видны отпечатки пальцев. В верхнем левом углу задней панели расположился выступающий островок модуля камеры с зеркальной поверхностью. При этом сами объективы также выступают над его поверхностью. У фирменного чехла в районе камеры есть выступ, который полностью перекрывает все выступающие элементы камеры. В итоге при реальной эксплуатации объективы не должны царапаться, даже если положить смартфон в чехле на спинку. На правой боковой грани корпуса расположена кнопка включения питания. Кнопки управления громкостью вынесены на противоположную грань. Расположение кнопок достаточно удобно, они легко нажимаются и находятся пальцами как правой, так и левой руки. На нижней грани корпуса можно найти отверстие мультимедийного динамика, разъем USB Type-C, отверстие микрофона и лоток для карт. На верхней грани корпуса расположилось отверстие второго микрофона. В левом верхнем углу экрана расположено отверстие фронтальной камеры, а в нижней части разместился подэкранный сканер отпечатка пальцев. Он срабатывает почти мгновенно и отличается высокой точностью распознавания. Распознавание лица пользователя тоже происходит очень быстро, но при ношении маски лицо не распознается. Смартфон Realme GT Neo 2 получил дисплей с матрицей AMOLED E4, диагональ экрана составляет 6,62 дюйма. Дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц, при этом в настройках доступны три опции работы экрана. Автовыбор, стандартная, частота фиксируется на значении 60 Гц и высокая, принудительно устанавливается максимальная частота обновления в 120 Гц. Благодаря высокой яркости дисплея со смартфоном комфортно работать на улице даже в яркий солнечный день. Смартфон Realme GT Neo 2 получил производительный процессор Qualcomm Snapdragon 875G. Объем оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, объем хранилища 128 или 256 ГБ на выбор. Realme GT Neo 2 работает под управлением операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой Realme V2.0. Системная оболочка очень шустрая, интерфейс работает плавно и отзывчиво. Также хочется отметить раздел игры, где можно настроить поведение смартфона при запуске игр. Например, можно автоматически переключаться в игровой режим Pro, в котором повышается производительность CPU и GPU. Также есть возможность включить быстрый запуск для часто используемых игр, отключить уведомления и входящие вызовы, чтобы ничего не отвлекало от игрового процесса. Смартфон Realme GT Neo 2 может похвастаться воспроизведением стереозвука. Помимо основного мультимедийного динамика, звук выдает и разговорный динамик. Смартфон получил батарею с емкостью 5000 мАч. При типичном использовании устройства заряда аккумулятора хватает примерно на полтора дня. Xiaomi Black Shark 4 один из лучших игровых смартфонов. Смартфон имеет относительно небольшие габариты и массу в 220 грамм. Крупус комбинированный. Задняя крышка изготовлена из пластика. Рамка по периметру смартфона металлическая. Практически всю лицевую поверхность занимает 6,67 дюймовый AMOLED дисплей, разрешение которого составляет 2400 на 1080 пикселей. Частота обновления до 144 Гц, имеется поддержка HDR10+. Дисплей чувствителен к силе нажатия. В верхней части находится модуль камеры, который расположен прямо внутри дисплея. Чуть выше находится стильная перфорированная пластина, за которой скрывается разговорный динамик. Нижняя крышка смартфона изготовлена из глянцевого пластика и безусловно отлично собирает отпечатки пальцев. В верхней части расположен островок, на котором находится блок из трех камер и светодиодная подсветка фонарик. Чуть ниже находится индикатор уведомлений в форме треугольника. Еще ниже находится логотип компании Black Shark. На верхнем торце находятся перфорированные отверстия, за которым скрываются динамики. Рядом находится небольшое отверстие для отвода избытка давления. На нижнем торце также находится еще один динамик. Рядом находится небольшое отверстие для отвода избытка давления. Здесь же расположен разъем USB Type-C для подключения кабеля зарядного устройства. Ну и рядом находится классический мини-джек для наушников. На правом торце находится кнопка включения-выключения устройства, совмещающая в себе сканер отпечатка пальцев. На левом торце находится качелька регулировки громкости и лоток для сим-карт формата Раносим. За работоспособность смартфона отвечает мощнейший процессор Snapdragon 888. Помощь предоставлена 12 гигабайт оперативной памяти. Более того, на борту устройства находится 128 встроенной, которая обеспечивает высокую скорость чтения записи. Работает смартфон на Android 11, поверх которой установлена фирменная оболочка JoyUI. Все дополнительные и игровые функции доступны в отдельном приложении под названием Shark Space. Емкость встроенной аккумуляторной батареи составляет 4500 мАч. Производитель говорит, что в устройстве используется двойной аккумулятор, благодаря чему удалось достичь столь высокой мощности зарядки на уровне 120 ватт. Пожалуй, это одна из самых важных особенностей смартфона Xiaomi. При достаточно заурядной емкости аккумуляторной батареи скорость зарядки просто потрясает. Производитель обещает, что смартфон заряжается до 50% всего за 5 минут, а цикл полной зарядки занимает менее 15. Мощный игровой смартфон, самое быстрое железо, очень много памяти, супер навороченная система охлаждения, экран с рекордной частотой обновления. Это все про Nubia Red Magic 6. Внешний вид этого смартфона не сильно отличается от предыдущей модели. Корпус представляет собой стеклянный сэндвич с защитой Gorilla Glass спереди. Дисплей размером 6,8 дюймов, рамки вокруг экрана довольно большие. Но для этого есть причина. В горизонтальном положении у вас останется много места для пальцев по сторонам. На верхней рамке находятся разговорные динамики и фронтальная камера, рядом с ними датчик приближения и окружающего света. Дизайн задней панели более яркий, как и подобает игровому смартфону. Внизу расположен логотип Red Magic с красной подсветкой, а по бокам есть две светодиодных полоски. Обе светятся полным спектром цветов, но только около одной находится надпись Powered by Nubia. Модуль с камерами совсем небольшой и почти не выпирает над поверхностью. Сенсоры расположены друг от друга внутри прямоугольной области. Боковые рамки сделаны из анодированного алюминия, а на нижней грани расположен слот для двух сим-карт. Рядом есть направленный вниз динамик, основной микрофон и разъем USB Type-C. Любопытно, что верхняя и нижняя стороны немного вогнутые. На данный момент у Nubia Red Magic 6 самый быстрый дисплей среди всех смартфонов. Да, частота обновления Asus ROG Phone 5 достигает 144 Гц, но здесь 165 Гц. Важно отметить, что частота опроса сенсорного слоя достигает 500 Гц при касании одним пальцем, а для множественных касаний она равна 360 Гц. В играх с множеством действий это очень важный показатель. Nubia Red Magic 6 работает на операционной системе Android 11 с оболочкой Red Magic UI 4.0. Интерфейс изменился не сильно, но скорость работы стала выше. Конечно, способствует этому и частота обновления экрана в 165 Гц. Интерфейс простой, мало отличается от чистого Android. Конечно, иконки и меню выглядят чуть по-другому, но у настроек панели уведомлений и прочих элементов привычный дизайн. Обновленный игровой режим Game Space выглядит еще лучше. Сохранился легко узнаваемый стиль, при этом появились новые функции. Внутри Game Space находятся все игры вашего смартфона. Работает этот режим в горизонтальном виде, а свайп справа открывает меню с быстрыми настройками. Обновилась и функция записи игр, теперь вы можете записывать геймплей с Red Magic 6 даже в Fortnite или PUBG Mobile. Смартфон оснащен самым мощным мобильным процессором от Qualcomm Snapdragon 888, сделанным по 5-нанометровому техпроцессу. Есть три сборки Red Magic 6, 8-128, 12-128 и 12-256. Встроенная система охлаждения с вентиляторами стала отличительной чертой линейки Red Magic. Без нее производительность Snapdragon 888 составляла бы всего 85% от максимально возможной, когда с системой охлаждения она достигает 94%. Nubia Red Magic 6 может похвастаться стереодинамиками, один из которых расположен внизу, в качестве второго выступает разговорный динамик. Звучание вполне сбалансированное, когда громкость высокая, одна из лучших в сегменте. Емкость аккумулятора в Red Magic 6 теперь 5000 мАч. Энергии смартфона хватит на 13 часов вебсерфинга или 18 часов просмотра видео. OnePlus 9 Pro поставляется в нарядной коробке фирменного кораллового цвета. В набор входит смартфон с наклеенной защитной пленкой, адаптер питания аж на 65 Вт, чехол, иголка для извлечения симулатка, набор стикеров и документация. Корпус устройства включает защитное стекло Gorilla Glass 5-го поколения с обеих сторон и алюминиевую рамку. На правом торце расположился привычный для OnePlus тумблер при включении режима громкости. На нижнем симулаток на две карты формата Nano-SIM и динамик. Стереозвук хоть и реализован полуторным методом, но играет годно. Оптический сканер отпечатка расположен близко к нижнему краю дисплея. Спартфон доступен в трёх расцветках – сером, чёрном и зелёном. Блок камер расположен на достаточно крупной ступеньке, но и сами камеры не маленькие. В топовый смартфон поставили действительно крутой экран Fluid AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 3216х1440 пикселей. Экран поддерживает частоту 120 Гц, но работает он на ней не постоянно. В настройках можно установить либо умный режим, который автоматически выбирает подходящую герцовку, либо стандартный на 60. Есть и множество настроек, связанных с комфортом использования. Можно активировать ночной режим, режим чтения, подобрать удобный размер шрифта, а также отрегулировать функцию Always on Display. Для игры есть функция HyperTouch, регулирующая частоту отклика сенсора, максимум 360 Гц. OnePlus 9 Pro построен на топовой платформе Snapdragon 888. Есть версия на 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ пользовательской и версия попроще, на 828. Смартфон работает на базе Android 11 и дополнен фирменной оболочкой Oxygen OS. И это невероятно быстрый интерфейс. Звук сбалансированный, достаточно громкий и перекоса по каналам не чувствуется. Батарея в 4500 мАч, более чем хватает на сутки. В комплекте есть блок питания 65 Вт. С ним от 0 до 100% гаджет можно зарядить за 45 минут. Как и в своих игровых ноутбуках серии ROG, в новом смартфоне компания Asus использовала менее броский дизайн. Но при этом в нем без проблем узнается игровая модель, ведь все главные атрибуты на месте. В частности, подсвечивающийся разными цветами логотип Republic of Gamers на тыльной панели, а также фирменный блок камер нестандартной формы, впервые который появился еще в первом ROG Phone. Главное отличие Pro-версии находится на тыльной панели, где расположен дополнительный дисплей ROG Vision, заменивший собой RGB матрицу стандартной версии. На дополнительном дисплее отображается заряд батареи и другая информация, а также выводятся различные анимации при подключении аксессуаров. Но как по мне, это просто какая-то лишняя штука. Ведь в основном, когда мы играем на смартфоне, мы смотрим на экран, а не на заднюю его сторону. Но ладно. Дополнительно, Pro-версия отличается более щедрым комплектом поставки, который включает кулер Aero Active Cooler 5, который, кстати, лепится на заднюю панель и, в принципе, перекрывает ваш классный дисплей. Набор портовых интерфейсов поистине уникальный, как для смартфона. Помимо контактной площадки для подключения кулера, здесь имеется порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, а также дополнительный USB 2.0 Type-C на нижней грани, который можно использовать для зарядки во время игр. Дополнительно, у смартфона имеются ультразвуковые клавиши Air Trigger 5, а аудиоразъем поддерживает Hi-Res и имеет выделенный ЦАП. Из коробки на смартфоне установлен Android 11 с оболочкой ROG UI. При желании, пользователь может переключиться на стандартный интерфейс Asus, который во многом напоминает чистый Android. Частота обновления дисплея ROG Phone 5 составляет 144 Гц, а частота опроса сенсорного экрана 300 Гц, за счет чего время отклика на действия пользователя составляет невероятные 24,3 мс. В качестве биометрической защиты используется оптический сканер отпечатка, встроенный в дисплей. Он не самый быстрый, зато не ошибается. Также доступна разблокировка по лицу. Дисплей у Asus ROG Phone 5 Pro составляет 6,78 дюймов, а разрешение Full HD+, при частоте 144 Гц. Смартфон основан на Snapdragon 888 и содержит 16 ГБ оперативной памяти формата LPDDR5, что является рекордным объемом. В смартфоне встроен аккумулятор на 6000 мАч, от 0 до 100% аккумулятор заряжается всего за час, при этом до 70% заряд восполняется за 30 минут. Самая топовая версия Xiaomi 12 Pro получила самые крупные габариты и вес. Смартфоны предлагаются в черном, голубом и фиолетовом цвете. Pro-версии также предоставлены в зеленом цвете с покрытием из эко-кожи. Базовая модель линейки оснащена 6,28 дюймовым экраном AMOLED с четкостью 419 ppi, кадровой частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+, и Dolby Vision. Благодаря технологии MicroLens экономится энергия. Частота обновления экрана регулируется автоматически в зависимости от просматриваемого контента. Она переключается в диапазоне от 1 до 120 Гц, поддерживается разрешение 2К. Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Динамик разработанной компанией Harman Kardon и использует технологию Dolby Atmos. Дактелоскопический датчик встроен в дисплей. Аппаратную платформу составляет флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 с 4-мя нм техпроцессом. Из коробки стоит Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13. За автономность устройства отвечает аккумулятор на 4500 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка 67 Вт, быстрая беспроводная на 50 Вт и обратная беспроводная зарядка в 10 Вт. Есть поддержка быстрой проводной зарядки на 120 Вт, с помощью которой флагман полностью зарядится уже через 18 минут. Возможно применение и беспроводной зарядки в 50 Вт, на которой смартфон за 43 минуты до 100% зарядится. Вот на этом можно и закончить наш ТОП 6 лучших игровых смартфонов. Ссылочки на все устройства вы найдете в описании. Не забывайте о лайк и подписке на канал. Всем удачи и всем до скорых встреч!